Здравствуйте! Вы смотрите Первый городской. Мы расскажем о событиях среды 5 октября в студии Ирина Крабко. Это время Одессы. Главные новости дня. И далее вот о чем. В Украине появятся частные исполнительные службы. В силу вступил документ, который в народе окрестили законом о коллекторах. Заставить их действовать в правовом поле будет практически невозможно. От психушки до ресторана. В старинном здании на Канатной хотят открыть необычное заведение. Возможно, еще дополнительно будем делать тематические какие-нибудь вечера. В Одессе собираются визуализировать классическую музыку. Через полторы недели в филармонии обещают провести уникальный концерт. Нам кажется, что сейчас это действительно не стыдно показать. И все подробности прямо сейчас. Одесский припортовый завод возобновил работу после почти двухмесячного перерыва. На предприятии снова начали поставлять газ. Напомню, в августе припортовый приостановил производство из-за недостатка топлива. Давление газа в трубах опустилось до аварийного уровня. Завод по-прежнему остается в собственности государства. Его готовят к повторной приватизации. Первая не состоялась, так как на конкурс по продаже не поступило ни одной заявки. Поэтому правительство решило снизить стартовую стоимость на предприятие. Сейчас его оценивают примерно в 150 миллионов долларов. В Украине появятся частные исполнительные службы. 5 октября в силу вступил документ, который в народе окрестились законом о коллекторах. Впрочем, эксперты говорят, это не совсем верная формулировка и на самом деле бояться нечего. Подобные системы успешно работают во многих странах. Частные исполнители получат почти такие же полномочия, как и государственные. Есть два важных исключения. Частники не смогут отбирать жилье и не будут участвовать в вопросах возвращения долгов, связанных с госимуществом. В нюансах нового закона разбиралась Оксана Сетинская. Александра вышвырнули из собственного дома за то, что он вовремя не отдал долг. Мужчина уверен, квартиру отобрали незаконно, а государственные исполнители и коллекторы превысили полномочия. В конце концов, решение суда признали недействительным и собственность вернули. Но перед этим Одесситу пришлось многое пережить. Исполнительная служба вместе с коллекторами ворвались в дом, избили меня, отобрали у меня телефон. Потому что я вызвал на помощь, милиция никак не реагировала. Вещи здесь просто выбрасывали с квартиры. Теперь коллекторы в Украине получили шанс превратиться в частные исполнительные службы. Закон уже вступил в силу. Эксперты говорят, государственные исполнители плохо работали. По статистике осуществлялось только 20% решений, переданных им из судов. Кроме того, у них не было экономической мотивации работать быстро и качественно. Теперь часть государственной монополии отойдет частникам. Мы считаем, что это будет конкуренция между частными государственными и другими частными. И эффективность выполнения решения суда будет лучшая. Понятно, что есть немножко переживания, чтобы не стали вот эти коллекторы, которые раньше просто превышали свои полномочия, делать уже это законно. Я думаю, что этого не будет, потому что все государственные исполнители, все частные исполнители будут идти по определенному реестру, над ним будет достаточно жесткий надзор. Раньше бывали случаи, когда исполнители превышали полномочия или вовсе действовали не по закону. Но все они находились на государственной службе и худо-бедно контролировались. Правозащитники считают, теперь правительство развязало руки частным коллекторам. С ними будет тяжелее. Заставить их действовать в правовом поле будет практически невозможно. Естественно, частники будут действовать исключительно в своих интересах. Тот орган, который должен будет контролировать это действие таких компаний, я думаю, что, к сожалению, в реалиях нашей жизни он будет коррумпированный. Частники не смогут отбирать у людей жилье и не будут участвовать в возвращении долгов, связанных с госимуществом. В остальном они получат такие же права, как и государственные исполнители. В управлении юстиции заверяют, вскоре создадут открытый реестр должников, а выполнение судебных решений будут контролировать еще сильнее, чем сейчас. Это та система, которая показала свою эффективность во всем мире. Есть страны, в которых полностью частная система исполнения решений судов. Есть страны, в которых смешанная. Мы приняли более сдержанный вариант. Через несколько лет будет приниматься решение, возможно, если система себя хорошо зарекомендует, возможно, пересмотрит ее и сформирует как полностью частную. Частным исполнителем может стать любой гражданин Украины старше 25 лет. С юридическим образованием и опытом работы в этой сфере от двух лет. Все претенденты пройдут строгий отбор и тестирование. Планируется, что частные исполнительные службы полноценно заработают с 5 января следующего года. В инюсте признаются – это все эксперимент. Если новшества себя не оправдают, систему вернут в нынешний формат. Оксана Сетинская, Эдуард Шендерович, Дмитрий Боровецкий, Первый городской. Обрушение на улице Заславского из-за ливня. Стена ветхого здания рухнула на соседний дом. К счастью, никто не пострадал. На место выехали коммунальщики и спасатели. Местные жители уверяют, их дом признали аварийным почти 40 лет назад. В 2011-м чиновники пообещали всех отселить, но так и не сделали этого. Находиться здесь вдоль этой стены вообще нельзя. Но может, если оно обрушилось туда, остальная часть может пойти сюда. Но все равно я осталась здесь, мне в детстве некуда было пойти. Я ночевала здесь, конечно, была ночь, это был ужас. Оно осыпалось все время, и камни падали всю ночь. Чиновники предложили людям временно переехать в гостиницу «Центральная». Других вариантов нет. На месте обрушения работают специалисты до конца недели. Они должны решить, пригоден дом для жизни или нет. Сейчас в нем проживают больше десятка семей. Все зависит от экспертизы. Либо люди будут цены от селения, и будет им предложено заменку это жилье, либо будут восстанавливать. И снова обрушение фасадов в центре Одессы. На этот раз не выдержал карниз памятника архитектуры в переулке Чайковского. Это доходный дом Бонифаци 1913 года постройки. Камни упали на крышу припаркованной рядом машины. Никто из людей, к счастью, не пострадал. Опасную зону оградили красной лентой. Отмечу, сейчас в здании живут люди, а раньше располагалась театральная школа Марии Морской, в которой учился известный одесский актер и режиссер Леонид Лазарев. Отмечу, в Одессе начался капитальный ремонт нескольких фасадов на Екатерининской, Решильевской и Пушкинской. Все за счет городского бюджета. Сейчас там идут подготовительные работы. Ограждают территорию и снимают штукатурку. Закончить ремонт планируют к Новому году. В управлении капитального строительства говорят, осенние дожди и реставрации не помеха. Абсолютно это не помешает. Во-первых, применяются современные материалы, которые используются для ремонтных работ. Во-вторых, это не в затапливаемых частях выполняется работа, а на фасадах выполняются, которые будут ограждены, закрыты. Напомню, в Одессе около полутора тысяч памятников архитектуры. Порядка двухсот фасадов в историческом центре находятся в аварийном состоянии. И мы продолжаем. В Аркадии девушка выпала с 21 этажа и разбилась насмерть. Трагедия произошла в одной из гостиниц на улице Генуэзской. По словам местных жителей, это произошло около четырех утра. Однако тело обнаружили только спустя два часа. Известно, что накануне девушка вернулась в апартаменты не одна, а с молодым человеком. Полиция уже выясняет все обстоятельства. По предварительной информации, это был суицид. А житель одного из сел Татарбунарского района убил знакомую пенсионерку, желая завладеть ее домом. Свою жертву он задушил, а труп завернул в ковер и спрятал в сарае. Мужчина был уверен, что у 83-летней одесситки нет близких. Но в итоге пропажу заметили именно родственники и заявили в полицию. Пока длилось расследование, преступник выехал из страны на заработки. Его задержали сразу после возвращения, прямо в аэропорту. Теперь убийце грозит до 15 лет тюрьмы. В течение непродолжительного времени личная злоумышленника была установлена. Так как после совершения преступления он выехал за пределы страны, нами была ориентирована государственная пограничная служба Украины о его возможном причастии к совершению умышленного убийства с просьбой уведомить органы полиции о пересечении им государственной границы. В международном аэропорту Борисполь злоумышленник был задержан и доставлен в милинский отдел полиции. В Украине запретят стерилизовать психически больных без их согласия. Соответствующее решение в первом чтении поддержали более 200 народных депутатов. Новый законопроект предусматривает приведение украинского законодательства в сфере психиатрии к европейским нормам. Из ныне действующего закона собираются вычеркнуть нормы относительно психиатрического осмотра человека без осознанного согласия его или его представителя. Кроме того, согласно новому закону, год работы в всех больницах будет считаться за два. Закон 44-49 позволяет Украине не просто защитить права людей, он позволяет также выпрямить свои свои преступления, которые были в связи с права людей. И на сегодняшний день граждане Украины выграют справы против Украины. И миллионы денег Украина щоречко выплачивает тем гражданам, которые судятся против Украины. И за решением Европейского суду с прав людей выграют справы. От психушки до ресторана в старинном здании на Канатной хотят открыть необычное кафе. На создание заведения в прямом смысле слова скинутся около 300 одесских предпринимателей. А 70% прибыли планируют тратить на различные социальные проекты. Самое интересное, что разместится кафе в бывшем помещении психоневрологического диспансера. Самому зданию уже больше 100 лет, а внутри сохранились уникальные интерьеры начала 19 века. Репортаж Валерии Наумовой. Внешне это здание на Канатной ничем не выделяется, зато внутри настоящий маленький дворец. Здесь можно найти старинную лепнину и колонны, огромные световые фонари на потолке, а под толстым слоем бетона на полу оригинальную плитку. В начале 19 века здесь располагалась водолечебница. Заведение Рабиновича Ясиновского было не самым первым в Одессе, но зато образцовым. Оно называлось водолечебница с постоянными кроватями. Обслуживание здесь было на высшем уровне, интерьеры роскошные, а цены кусались 175 рублей за месяц. Ну, что поделать, лечиться всегда было дорого. Позже в здании был психоневрологический диспансер. Теперь здесь делают ремонт и готовятся к открытию самого необычного ресторана города. В отличие от стандартных заведений, его учредителями станут 300 человек, причем многие из них даже не знакомы друг с другом. А 70% выручки пойдет на разные соцпроекты. Например, помощь бездомным животным или программу привлечения иностранных туристов в Одессу. Это делается для того, чтобы людей объединить в городе, чтобы объединить тех людей, которым это интересно, которые готовы жертвовать деньги на социальные проекты. То есть это будут не целевые какие-то пожертвования, кому-то конкретно это будет развитие в целом, каких-то социальных проектов, которые улучшают весь город, либо какое-то направление. Сейчас дизайнеры разрабатывают внутренний интерьер будущего ресторана. При этом уникальный розовый зал хотят сохранить по максимуму. Заведение должно привлекать посетителей. Здесь должно быть 4 зоны, которые будут подкреплены под 4 города, 4 кухни. И в соответствии с городами будет разработано меню. В будущем эти кухни планируется менять, для того, чтобы привлекать больше людей, вызывать интерес. И, конечно же, возможно, еще дополнительно будем делать тематические какие-нибудь вечера. Таких ресторанов в Одессе еще нет. Зато аналогичное заведение успешно работает в Ивано-Франковске. С него и решили взять пример. Принять участие в проекте изъявили желание уже 80 предпринимателей из 300 необходимых. Организаторы говорят, желающих много. И рассчитывают, что ресторан откроет дверь уже в конце этого года или начале следующего. Валерия Наумова, Сергей Шевченко, Первогородской. В Одессе 58 тысяч людей с инвалидностью. В городской больнице номер 8 обещают помочь всем, кто обратится на реабилитацию. Уже год в учреждении работает специализированное отделение восстановительного лечения. А в общем местные медики работают с инвалидами уже 6 лет. За это время в учреждении побывали больше 5000 пациентов с ограниченными возможностями. В больнице говорят, отделение восстановительного лечения и реабилитации инвалидов остро нуждается в психологах, социальных работниках и волонтерах. Но жалуются, увеличить штат возможности нет. К сожалению, за последние годы уменьшилось количество волонтеров. Потому что, если говорить о том контингенте, который лечится у нас, это главная проблема очень малоперсонала. И по сегодняшним приказам мы пока не можем увеличить этот штат. Внимание! Вакансии! В Одессе объявили набор претендентов на должность администраторов сервисных центров МВД. Это бывшее МРЭО. Главные требования – гражданство Украины, оконченное высшее образование и отсутствие судимостей. Также приветствуется опыт работы в сфере услуг. Конкурс будет проводиться в два этапа. Прием анкеты, проведение интервью. В итоге из всех желающих отберут только 40 человек. В течение месяца они будут посещать факультативы. Прошедших конкурс специалистов направят работать в 11 отделений Одесской области. Заявки принимаются в электронном виде до 11 октября. Мы ждем таких талановитых молодых людей, которые будут проводить какие-то изменения, в которых есть какие-то идеи, которые они согласны с нами втеливать в жизнь. Спорт в массы. Активисты приводят в порядок футбольное поле 33-й школы. Это на улице Комарова. Начали с уборки территории. Стадион усыпан мусором. На газоне валяются пустые бутылки, а под забором использованные шприцы. Ворота давно проржавели. У автора идеи грандиозные планы. По их подсчетам новый спортивный комплекс обойдется примерно в 70 тысяч гривен. Немного денег уже насобирали с помощью неравнодушных одесситов, но пока средств не хватает. В идеале стадион собираются оградить, провести освещение и даже соорудить небольшие трибуны. В Одессе собираются визуализировать классическую музыку. Через полторы недели в филармонии состоится уникальное шоу. В зале установят театральный свет и большие экраны. Изображение на них будет взаимодействовать со звуками со сцены. Необычным концертом организаторы хотят приобщить к классической музыке молодежь. Отмечу, для гостей вечера выступит филармонический оркестр. Всемирно известный пианист Алексей Ботвинов и скрипачка из Киева Мирослава Котарович. За видео инсталляции отвечает VJ Videomatics. Это наша команда, которая уже несколько лет занимается этими поисками, как же визуализировать классику. И нам кажется, что сейчас это действительно не стыдно показать. Не пропустите это событие, а мы заканчиваем. Вы смотрели время Одессы. С пожеланиями хороших новостей я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Спасибо, что смотрите. Оставайтесь с нами и дальше. Увидимся на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова